Миллиардные кредиты и рухнувшие рубль. На что Россия просила взаймы? Миллиардные кредиты и рухнувшие рубль. На что Россия просила взаймы? Восемь часов, 10 августа 2019 года РИА Новости, Владимир Родионов, встреча с руководителями предприятий. РИА Новости, Владимир Родионов. Москва, 10 авг РИА Новости. В ближайшие годы России не обойтись без новых кредитов Международного валютного фонда, сообщил 10 августа 1999 года в газете и финансовые известия спецпредставитель президента России по связям с международными финансовыми организациями Михаил Задорнов. И все же, пережив дефолт, Москва стала отдавать, а не брать долги. РИА Новости продолжает вспоминать события 20-летней давности. Безучастный сооснователь. Вступить в Международный валютный фонд СССР должен был после Бретон-Вудской конференции 1944 года, где участники антигитлеровской коалиции приняли несколько ключевых решений о международных валютных и финансовых отношениях после окончания Второй мировой войны. Советский Союз участвовал в работе комиссий наравне с США, готовил итоговые документы и даже получил третью по величине квоту в МВФ. Однако из-за идеологических расхождений с партнерами и начавшейся холодной войны Москва так и не вступила ни в одну из основанных на конференции организаций. РИА Новости Юрий Абрамочкин Борис Немцов, Сергей Кириенко и Борис Ельцин на заседании правительства РФ 23 июня 1998 года. Вскоре СССР получил статус ассоциированного члена Международного валютного фонда, затем направил заявку на вступление, и в июне 1992 года Москва официально присоединилась к этой Международной финансовой организации. Россия остро нуждалась в кредитах. Внешний долг страны с 1985 года увеличился более чем вдвое, превысив 63,3 миллиарда долларов. Ситуация была экстраординарная, ведь вместе с Россией к фонду присоединились и бывшие союзные республики. Квоту, рассчитанную на СССР, разделили на всех. В итоге России досталось 4 313,1 миллиона специальных прав заимствования, СДР, расчетной единицы МВФ, 2,98% от квот всех членов фонда. Кредит за кредитом. Занимать начали сразу. Первый транш на сумму 719 миллионов СДР, 1 миллиард долларов, поступил 5 августа 1992 года. Кредит выдали при условии, что дефицит госбюджета удержится в пределах 5% ВВП, а инфляция менее 10%. Однако достичь этого не удалось, и остальных траншей в 1992 году Москва не дождалась. РИА новости, Владимир Федоренко. Деда Мороза с транспарантом «Все будет хорошо» у здания Государственной Думы РФ. В МВФ выражали недовольство слишком мягкой денежной политикой и вообще хотели отказать в кредитах. Способствовали этому и события 11 октября 1994 года, так называемый «Черный вторник», когда рубль резко обвалился. И все же в 1995-й Москва без денег не осталось. Тогда цели правительства и фонда совпали. Российские власти взяли курс на ужесточение финансовой и кредит на денежной политики, а также на подавление инфляции. В апреле МВФ выдал России первый полномасштабный кредит, равный квоте страны в фонде. В то же время ужесточились требования сокращения дефицита газбюджета до 6% ВВП, снижение инфляции до процента в месяц, отмена внешнеторговых льгот, ликвидация ограничений экспорта и импорта, либерализация экспорта нефти и отмена экспортных пошлин. Ликвидация экспортных пошлин на газ и нефть, отмена притаможенной экспертизы для вывозимых товаров, понижение таможенных тарифов на импорт и снятие ограничения на импорт алкоголя. Условия кредита в 1996 году. Дефицит газбюджета необходимо сократить до 2% ВВП. Сумма займа равнялась 160% российской квоты. Это самый крупный кредит в истории МВФ. АП-фото, Максом Мармор. Трейдеры Московской фонды во бирже. Недоказанная афера и дефолт. Судьба кредита, выданного МВФ 20 июля 1998 года, долгое время вызывала вопросы, поступили ли средства на указанное счета. В марте 1999 года депутат Государственной думы Виктор Илюхин подал в Генпрокуратуру письмо, в котором утверждал, что деньги из МВФ зачислены на счеты нескольких зарубежных банков. По его мнению, обогатились несколько высокопоставленных российских политиков и бизнесменов. Генеральный прокурор России Юрий Скуратов возбудил уголовное дело о незаконной банковской деятельности, однако его закрыли за отсутствием состава преступления. Другие проверки также не выявили в Центральном банке нарушений. Эхо скандала раздавалось вплоть до 2004 года, когда конгрессмены США обратились к госсекретарю Калину Пауэлу с просьбой расследовать пропажу денег фонда по пути в Россию. Однако обвинения Илюхина ничем не подтверждались. Как объяснял исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, система перевода фонда устроена таким образом, что украсть деньги просто невозможно. Очередь у пункта обмена валют в центре Москвы. 17 августа 1998 года правительство вместе с Центральным банком объявило, отныне курс рубля плавающей, государственные ценные бумаги переоформляются, а государство отказывается от выплаты долгов. Также поступили российские банки. Кредит МВФ заморожен. Обесценивание рубля привело к резкому скачку цен. Если в начале августа за доллар давали 6 рублей, то в середине сентября 20. Банки банкротились, вкладчики теряли сбережения. Ценники в магазинах меняли буквально по часам, а народ сметал товар из прилавков, на которых вскоре практически ничего не осталось. Тяжелые последствия кризиса Россия обсуждала с МВФ в 1999 году. В итоге Международный валютный фонд одобрил новый кредит в 4,5 миллиарда долларов. Однако, получив первый транш, российское правительство отказалось от остальных. Прогноз представителя президента по связям с международными финансовыми организациями Михаила Задорнова не сбылся. С 2000 года Россия больше не брала денег у МВФ, а только выплачивала долги. Рассчитаться планировали в 2008, но получилось гораздо раньше. В 2005 году страна официально погасила задолженность перед Международным валютным фондом. Россия продолжает участвовать в деятельности фонда, покупает и продает СДР, приобретает облигации МВФ, финансирует программы помощи другим странам.